пришла я от Наташи ко мне, Катюша заезжала, в общем мы сходили там, она делала у Наташи маникюр, ну и я там тут как тут поболтать, потому что я соскучилась, в общем поболтали мы, только вернулась, не поехала я в Москву, потому что, потому что не поехала, так случилось, форс-мажор, ко мне приехала Катя, я не могла ее не увидеть, все, в общем вот так вот произошло, у нас кстати дождик пошел, и что я делаю, я чайничек свой вскипятила и хочу сделать чайку, как-то я так соскучилась по чаю, знаете, такое вот у меня ощущение какой-то тоски на сердце, именно по чаю, давно я не заваривала, уже несколько дней даже не пила вот такой чай, прям на меня это не похоже, сейчас добавлю чай зеленый с лимонграсс, я сейчас снова, как обычно, все смешаю в одну кучу и будет так, мы кстати хотели записать мукбанк, но пришла моя Катюша и я естественно обо всем забыла и все, все случилось, вот мне присылали из Краснодарского края, Лена, вот такой набор чаев, душица, мята, мелиса, клубника, собранная, высушена собственноручно и с любовью на здоровье, это было еще давно, но я так вот знаете, прям по чуть-чуть, по чуть-чуть сыпала, чтобы растянуть удовольствие, в общем все, да растягивалось, закончился, чай травяное спокойствие, тоже мне из Крыма привозили в прошлом году, он тоже, я его растягивала по чуть-чуть, по чуть-чуть пить, тоже это травки, ну и до сих пор растягивала, вот щепоточку кладу, ко всем тем чаям, которые еще и сюда добавляю, бабушкина снадобье в бергамотике заказывала, ну здесь прямо вот знаете, тут не то слово бабушкина не снадобье, тут бабушкина лукошка, посмотрите, чего здесь только нет, и яблоки, и малина, и видимо, черная смородина, ну сейчас я то, что мне вкусно, я сейчас это отсюда выловлю и съем, смородина прям такие вкусные ягоды, его тоже заварю, я говорю, у меня когда вот так вот дождь, когда пасмурно на улице, мне сразу хочется семейной такой обстановки, чайной, прямо посидеть и долго за чаем поговорить, и алтайский, алтайского тоже щепотку, еще добавить, глупо, слышите, нет, сейчас добавлю, мне еще с приморского края мяту присылали, спасибо этим людям, всем тем, кто мне присылает такие, прислал такие вещи, не присылают, я не принимаю подарки больше, мне неудобно, я об этом говорила, мяты ладно, чуть-чуть совсем, видите, ой, какая она пахучая, в общем, вот так, мята, знаете, что заказала себе, сейчас вам расскажу, тапочки вязаные, но только не тапочки, вязаные тапочки у меня есть, а то как туфли-босоножки вязаные, случайно увидела в рекомендациях аккаунт в инстаграме, написала женщине, вот, она говорит, заказов у меня куча, я не знаю, когда я вам смогу связать, ну, так вот, в общем, пустая, я говорю, вообще не сможете, пустая, а зачем они здесь стоят, нет, интересно, где в кипляшек, зачем оно там надо тогда, вот, высыплю вот такое, вот, она говорит, я не знаю, когда я вам смогу связать, туда-сюда, а потом она мне пишет, Оля, давайте, если хотите, в общем, это, есть время у меня, если хотите, выбирайте цвет, выбирайте подошву, она сама, да, цвет, подошву, все, я говорю, давайте, она мне вчера накидала все цвета, из которых можно связать, я выбрала у нее на странице еще тогда, которые мне понравились очень сильно, и она говорит, ну, давайте, на следующей, до следующей недели, или на следующей неделе, в общем, у вас тут уже будет дело к концу, и я вам пришлю, посмотрим, чего она там, ну, какие они получатся, на фотографии они мне очень понравились, вот, и я как-то вот прям жду, что ли, их, мне они, ну, вот, кажется, что они будут очень красиво на мне смотреться, я такую обувь люблю, а, куда я еще полезла, хватит, черного в итоге чая, у меня здесь нет чайники, ну, ладно, давайте один пакетик еще вот этого, с чабреццом добавим, а то у меня прямо даже здесь не окрашенный он будет, в общем, я смешала все, что было, я услепила из того, что было, и знаете, что я сейчас хочу приготовить? морковь по-корейски с баклажанами, у меня же есть баклажанов два штуки, у меня есть баклажаны вообще два штуки, у них нет, есть баклажаны с морковью по-корейски, вот, корейские баклажаны, корейцы плачут тихо в сторонке, глядя на эту корейскую морковку, ну, ничего, пусть поплачут, я же тоже иногда могу пустить слезу, свою скупую, редко, но могу, ничего, корейцы тоже пусть плачут, в общем, забабахаю я на радость корейцам морковку, и сегодня, наверное, все-таки сделаю заготовку для ветчины, у меня же ветчинница есть, а что такое заготовка, мясо нужно нарезать кусочками, ветчинницу вместе со специями, со всем, с чем хочешь заложить, сутки должна стоять эта ветчинница в холодильнике под прессом, ну, с вот этой ветчиной, да, то, что будет потом у нас в конце с вами ветчиной, в окончательном итоге, сутки потом должны варить в кастрюльке два часа, и потом еще на ночь в холодильник, в общем, я решила заняться, у меня есть мясо, у меня есть ветчинница, у меня есть желание на все это дело, чайник включила, и, наверное, сейчас я нарежу это мяско, вот следующее видео будет, и сделаю на целые сутки в холодильник, вы себе просто представляете, это ждать ветчину придется до китайской Пасхи, ну, точнее, до завтра, нет, попробуем мы ее послезавтра, а сейчас пока чайку себе налью, сейчас, погодите, у вас поставлю, у меня муж приходил на обед, пока меня не было, он покушал, и знаете, что я вижу на столе, сейчас покажу, шкурки от сала, я же ему не разрешаю их выкидывать, я говорю, ты мои шкурки от сала выкинул, что ты натворил, теперь он их не выкидывает, теперь шкурки от сала всегда меня ждут, и я этому очень рада, я обожаю я их, у меня там все, абсолютно все, все травы, гром гремит, давайте покажу вам, сейчас, видите, дожденция идет, поливает все, ну и хорошо, не зря я вчера посадила, смотрите, как петуни у меня разошлась, прям вся в цвету, вон та тоже, класс, и те, которые я сама из семечек сажала, это мои петуни, мною выращенные, молодец я, я говорю, на улице такой дождино, хорошо я не поперлась в Москву, представляете, бы я туда поехала бы, по дождю бы, например, ходила, или наоборот, на своей машине, все пробки бы собрала, а оно мне надо, а оно мне и надо, а мне муж приходит на обед, говорит, я так и думал, что ты не поедешь, потому что для тебя выйти за пределы твоей квартиры, не на природу, а куда-то по делам, это равносильно пытки, катарги, я говорю, да, я так и знала, мать, собралась, говорит, и на утром, волосы помыла, причесалась, нашим муж меня знает, как обнутренную, даже не удивился, сейчас бы включить, служебный роман, или любовь и голуби, и смотреть, пить чай, и наслаждаться жизнью, да, чайник шумит, с мятой, хорош, какой вкусное копчение у нас получилось вообще, мне не слух, как я обожаю, очень вкусно, очень вкусно, ладно, пить чай подостынь, сейчас, может, что-нибудь себе накрою на стол, пить чай, шоколадку порежу, приятного аппетита, шоколадку порежу,